В этом году не будет ни новой волны, ни Юрмалина, ни Кивина, ни Камеди Клаб. Насколько это повлияет на число туристов в Юрмале? Ну, уже сейчас мы рады тому, что вопреки ожидаемому такому крупному обвалу туристов его не произошло. И, в общем-то, Юрмала активно посещается туристами. И хотя статистики официальной еще нет на данный момент, но уже по разговорам с гостиницами ясно, что первая четверть этого года прошла не просто на уровне предыдущего, а она прошла даже с подъемом. Конечно, это отчасти благодаря и мероприятиям, которые происходят в рамках президентуры Латвии в Евросовете, но и просто потому, что действительно Юрмала за это время уже наработала себе определенную популярность, и люди охотно посещают не только летом, но и круглый год. — Сегодня, если я не ошибаюсь, открывается закрытый концертный зал «Земтери», да? — Да, именно так, да. — Планируется большой концерт. Это можно считать началом туристического сезона или все-таки то, что будет в субботу в городе курорт? — Ну, я бы сказала так, что Юрмальский курортный сезон уже открывается на этой неделе. Во-первых, как уже было сказано в программе, пройдет крупный европейский чемпионат по пляжному волейболу. Во-вторых, сегодня открывается малый зал, концертного зала «Земтери». Ну и в субботу пройдет грандиозный праздник открытия курортного сезона, на который, безусловно, следует приехать всем и каждому, потому что это очень интересный праздник. Я могу рассказать поподробнее о его проведении. — Ну, давайте попробуем. — Да, он обычно начинается с красочного такого праздничного шествия по центральной улице Йомеса. Оно начнется в час дня, и это достаточно мероприятие интересное, потому что в нем принимают участие и гостиницы, и художественные секции, и творческие коллективы, и предприятия Юрмала. Каждый идет в своей какой-то униформе. Кафе раздают, угощают пивом или какими-то другими угощениями. И это очень действительно патриотично, потому что ты видишь, что вот она, вся Юрмала, она действительно вышла открывать курортный праздник. Ну и в течение дня у нас в межопарке-дзентре будут проходить мероприятия для детей, а уже вечером на пляже в Майере выступят две известные латвийские группы «Инструменты» и «Мюзик». И все это, кульминация завершится 22.50 красочным салютом под специально написанную музыку для этого салюта. Хорошо, ну а все-таки летний сезон, что будет нового, какие крупные мероприятия, которые, в принципе, должны заменить ушедший российский фестиваль? Что вместо них придет? Ну, во-первых, у нас практически каждый день уже расписан под концерты. И теперь, благодаря тому, что откроется историческая часть, концерты будут не только в большом зале, но и в малом. И здесь действительно стоит заметить, что концерты будут на любой вкус, начиная от прекрасной классической музыки, выступления симфонических оркестров, и заканчивая будет и фестиваль балета, фестиваль шансона, фестиваль «Саммертайм», который уже традицией стал у нас в Юрмале. Также и сольные концерты Ирины Аллегровой, Максим Галкин, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Дима Билан. Звезды итальянской музыки. Это всеми нами любимый Адриана Челентан, Рикардо Фоль. Да, да, группа «Смоки». То есть скучать летом не придется. Послушайте, многие говорили, эксперты в прошлом году, когда заявили, что они будут в фестивале, что цены в Юрмале уменьшатся. Есть у вас какие-то сведения на цены на гостиницы, на услуги различные, что все-таки они чуть-чуть стали меньше? Ну, скажем так, если раньше у нас в гостиницах были периоды зимний, летний и период, называемый «Новая волна», то сейчас, поскольку фестиваля не будет, то этого, да, вот, скажем, этих двух недель, таких горячих их нет. Но в любом случае понятно, что июль, что вообще лето – это горячий сезон в Юрмале, и понятно, что цены, естественно, поднимаются по сравнению с зимой и осенью. Именно поэтому, скажем так, любители такой тусовки и такого праздничного времяпровождения приезжают летом, ну, а любители тихого отдыха, они выбирают в межсезонье, когда можно по доступным ценам и отдохнуть, и поправить здоровье. Ну, вот на экране ваш новый логотип, производство которого стоило 52 тысячи евро. Вы, наверное, его будете использовать в различных сувенирах и так далее. Но вот я хотел бы вот эту фотографию показать. Это рецензия вашего логотипа, которую провел специалист авторитетной российской студии Артемия Лебедева, то есть специалист Сергей Кулинсович, наверное. В общем, рецензия очень короткая. В этом знаке сложно развить руку по прошайке. Вы видите в этом знаке руку по прошайке? И, может быть, это действительно символ Юрмала? Ну, нет. Но, если честно, наверное, каждый воспринимает по-своему. Надо сказать, что вообще очень хорошо, что логотип уже, так скажем, вызывает нашумевшую реакцию. Это значит, что его заметили, что он не прошел вообще полностью незамеченным. Для маркетинга это важно. И он обсуждаем, что тоже важно. Но я бы не... Я лично, если вы спрашиваете мое мнение, совершенно не рассматриваю в него руку по прошайке. Я думаю, что просто, знаете, эта реакция вот такая первая какая-то. Со временем он приживется. И особенно, когда он будет использоваться именно уже конкретно в афишах, в рекламной какой-то продукции, в сувенирах. И то люди его просто полюбят и примут. Ведь здесь же можно рассмотреть также и линии бархана в песке. Кроме этого, это вот как будто такие деревянные панели, которые используются в обработке деревянных зданий в Юрмале. Поэтому я думаю, что не стоит как-то сразу вот так вот отчаиваться из-за того, что несколько комментариев негативных. Ведь можно найти положительные, кстати, комментарии в социальных сетях. Продолжение следует...